Кто главный враг? Владимир, так значит сказка в Анастане называется «Он и семеро козля». Колобок, царевна, лягушка, теремок. В сквере около дворца молодежи прошел семейный литературный пикник. Кроме русских народных сказок, здесь обсудили и известные детские произведения отечественных писателей. Мероприятие прошло в рамках сетевого проекта «Книги в парках», цель которого – пробудить интерес к чтению у людей всех возрастов. Наше детство начинается со сказок, да? Вы согласны, я думаю. Когда мы еще маленькие, нам родители читают сказки, потом мы сами читаем. Сказки, они очень лиричные, нежные, познавательные. В сказках народных всегда добро побеждает зло. Кроме народных, еще литературных. Конечно, обязательно Александр Сергеевич Пушкин. Куда без нашего классика, непревзойденного. Так что сказки – это все, это душа народа. На пикнике дети проявили свою эрудицию, смогли угадать персонажей любимых сказок по описанию. По словам сотрудников библиотеки, именно благодаря главным героям, юные книголюбы могут воспитать в себе человеческие ценности, узнать извечные истины и даже изучить правильные социальные модели поведения. Ведь, как гласит народная мудрость, сказка – ложь, да в ней намек. На самом деле, психологи сейчас меня наверняка поддержат, что в сказках дети прорабатывают свои страхи. А родители дают им схему поведения в сложных, нестандартных ситуациях. Ведь колобок почему-то убежал из дома. Разве так можно делать? Нет, конечно. На примере этой сказки мы показываем, что так делать нельзя. А как надо? А вот мы поговорим, когда сказку прочитаем. Я люблю читать. Моя любимая, даже, ну, допустим, будет «Семер козлят». Маленький, любил ее. Получительно, что, ну, не надо доверять всем незнакомым. Лето – прекрасная пора для прогулок на свежем воздухе. А в компании любимых сказочных друзей такое времяпрепровождение становится познавательным и увлекательным. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».